Добрый вечер. Как вы знаете, универсиада в Казани потребовала многомиллиардной подготовки и нескольких лет, потраченных на то, чтобы город стал краше и спортивней. О том, как это сказалось на жизни автомобилистов, сегодня мы общаемся с одним из лучших журналистов Казани, Романом Харитоновым. Мне посчастливилось, я знаю Романа лично, это позволяет мне общаться с ним на «ты». Рома, здравствуй. Сергей, здравствуй, Москва. Я рад тебя слышать, Ром. Ну, а вот теперь у тебя эфир. Расскажи, пожалуйста, нам, живущим так далеко от происходящих сейчас событий, как именно все происходящее, произошедшее и заранее заготовленное сказалось на вашей жизни в Казани. Ну, на самом деле, в последнюю неделю Казань вырвалась на передовые позиции федеральных новостных лент. Как не включишь телевизор, так про Казань и универсиаду. Хотя говорят в основном о спорте и чуть-чуть о закулисье. Но другом. Не том, о котором мы хотим слышать. Ну, просто о другом. Не автомобильном и не совсем жизненным. А программа «Экипаж» напротив про автомобили и, что немаловажно, про нашу жизнь. Да. Самая интересная особенность – скорость достройки объекта. Не так давно, в конце июня, числа 20-го, в поисках чудес света к нам заглянул марафон «Пежо», который сейчас уже далеко за Уралом. А тогда участники марафона прокатились по центру, доехали до Кремля, а оттуда направились на тот самый стадион, где состоялось открытие спортивного мероприятия. Ехать пришлось долго, по пробкам, с преодолением полосы препятствий, там, в виде дорожных работ, спецтехники, домовой завесы и строительной пыли. Знаковым явлением стало обновление брусчатки перед визитной карточкой города, перед Кремлем. В конце июня там кипели работы, мастили дорогу. Город все еще находился в режиме стройки. Участие населения в глубине души тогда все больше укреплялось ощущение легкого провала сроков и общего отсутствия целостности затеи. Как вдруг к открытию универсиада открылись новые дороги. Это было неожиданно. Исчезли рабочие и местами даже выросли цветы. Хотя вот на периферии города сэкономили на поливе, высаженных за пару месяцев до открытия деревьев. Они почти засохли, вызывая слезу, как вдруг по дорогам пустили поливалки. Знаковое явление. А еще тогда же по утрам на дороге начали выползать моечные и подметальные машины. Такие же умывают по утрам Европу обычно. Ну, те, кто бывал, тот видел, замечал. Особенно, кто гулял утром. Сказали, такого не было всю мою сознательную жизнь и, наконец, появилось. Причем особенно интересно, сохранится ли после. Второе интересное откровение – это полиция. Много было сказано и в том числе в федеральных эфирах, и вообще здесь, по слухам. На самом деле, открытием стало ее количество на улице. Где-то за неделю до начала состязаний увидеть нескольких экипажей ГАИ или ППС было можно, просто спустившись за хлебом. Плотность поражала. Не меньше восторговала, кстати, и география людей в погонах, особенно гаишников. Лично я, к примеру, видел из Самарской области, Саратовской, из Кургана, из Подмосковья, хотя, по слухам, есть даже откуда-то из Урала. Примечательно, кстати, что все они именно полицаи, потому что все были в полицейской форме. Ну, они и есть сейчас. Хотя раньше не врезговали старой милицейской, по крайней мере, у нас сказали. Первые несколько дней водителям было от этого страшно. Зная об истинной сущности охранителей правопорядка, многие боялись выезжать на дорогу. После того, как по местным источникам информации прошли сообщения о том, что битые машины будут закрывать на спецстоянке до окончания всей универсиады. Это так, пугало людей. Вслед за этим сразу поползли слухи об аналогичных санкциях за отсутствие огнетушителей и просроченной аптечки. Вполне ожидаемо, что весомая часть водителей стала жить под девизом, как у Высоцкого. Назад в метро, к подземным переходам, назад руль влево и по тормозам. А пешеходы, кстати, в этой ситуации ликовали. Сейчас страх стал скромнее, хотя машины на улицу с города по-прежнему меньше, чем обычно. Вообще, на сегодняшний день лагерь водителей разделился на две половины. На тех, кто за, тех, кто не переживает, и на тех, кто против. В процентном соотношении это где-то процентов 80 на 20. 80, потому что по гору на самом деле объективно действительно стало ездить легче, а главное быстрее. А 20 все-таки потому, что проблемы тоже есть. Сейчас расскажу, какие. Приятно, что, к примеру, асфальт стал лучше. Если раньше встречались стыки, колдобины, даже на центральных улицах. У нас много центральных узких улиц, как во всяком крупном городе. И там было совершенно позорное качество покрытия. И пробки были не потому, что все плохо ездят, плохо ставят машины, а в том числе и потому, что асфальт был никудышный, и скорость движения потока была просто невероятно низкой. Сейчас в центре стало везде лучше. Появился не только развальд, но и разметка. Хотя, например, некоторое время назад у нас прошел дождь, и на совсем свежих участках разметку смыло. Еще есть места в городе, поскольку он все-таки построен на рельефе. Везде уровень высоты не одинаков, и в низких местах подтопило. Для нас это регулярное явление, но справиться с ним, к сожалению, не удалось и в этот раз. Потом, что еще плохо, что для водителей стало неожиданностью изменение дорожной обстановки. Мы были одними из первых, кто ввел автобусные полосы еще до ВАЗ, до Москвы. У нас где-то это уже лет шесть как есть. И с тех пор к универсиаде их количество возросло. Причем они появились в тех местах, где автобус, надо искать так долго, сприщурившись, с биноклем, высматривать, и где-то, может быть, через час он проедет. Но полосы там теперь тоже есть. Хотя обещали, что после вот этого спортивного праздника их уберут. Не знаю, посмотрим. Другая проблема, такая большая, которая поджидает водителя, непривыкшего ездить по другим районам. То есть, скажем, с утра по будням он ездит на работу по одному и тому же маршруту, и вдруг ему довелось съездить в период универсиады в какой-нибудь другой район, пусть знакомый, но не столь досконально. И когда человек начинает ехать туда, он едет по привычной дороге, например, видит поворот, куда хочет повернуть, собирается поворачивать, а там висит знак, запрещающий ему это сделать. Приходится искать пути объезда. Не всегда удобно, поскольку человек заранее выбирает рядность движения, ну и вообще рассчитывает свой маршрут. Другая проблема – это знаки остановки и стоянки, которые запрещают это делать во многих очень местах. Где-то они действительно нужны, где-то их установка просто ставит в тупик. Здравый смысл и существование этих знаков на этом месте – загадка. Самый громкий случай, который удалось услышать, поговорить, увидеть это на фотографиях и, в принципе, убедиться в его действительности – это когда человек поставил свой автомобиль на краю дороги. Знаки, запрещающие ему это сделать, были развернуты в другую сторону и, соответственно, не действовали. Человек спокойно пошел по своим делам, отлучился, после чего приходит, смотрит, стоит эвакуатор, который уже в работе. И знак перевернут по ходу движения. Человек заинтересованно подходит к милиционеру и говорит, а вот как же так, смотрите, у меня знак был повернут в другую сторону, соответственно, не работал. У меня даже есть фотографии на эту тему. А милиционер ему сказал, что, ну, слушай, друг, нас это не особо волнует, мы сейчас тут работу сделаем, а ты там дальше уже разбирайся. Разборка будет интересной, итог пока еще неизвестен. Вот, вообще на сегодняшний день проблем все-таки, наверное, меньше на дорогах, чем ожидалось, потому что опрос водителей, я спросил, например, трех абсолютно случайных водителей такси, это показательно, я спросил их, сложнее ездить или стало легче. Они сказали, ну, нормально. Я говорю, ну, милиционеры совсем озверели или так, ничего. Все трое сказали, что, ну, нормально, ездить можно. Ожидали худшего. Причем другая заметка, которую удалось сделать, что наши инспекторы, они как-то к водителям относятся с большим подозрением. Те, кто приехал сюда в командировку, они более деликатны, более разговорчивы, может быть, более соблюдают рамки закона, ну, как-то с ними приятнее разговаривать. Можно сказать, что они даже стали чуть-чуть темнее. Общественный транспорт в этой связи стал все-таки более востребованным, чем машина, потому что, действительно, многие боятся выезжать на дорогу на своем автомобиле. И это вполне логично. Интересно, что он стал ходить дольше. Если раньше он, скажем, с пяти утра до одиннадцати вечера были крайние маршруты, то теперь последний автобус заезжает в депо пол первого в два ночи. Я не знаю, кто ездит в это время на автобусе. Мы продолжаем постигать особенности жизни за рулем в Казани в момент проведения универсиады. Нам помогает Роман Харитонов, журналист из Казани, рассказывающий о том, что же там такое происходит на самом деле. Рома, твой микрофон. Алло, Ром. На автобусе, пешком и в метро, потому что дорожное движение касается всех. И здесь стоит заметить, что люди не то что партнеры между собой, но какая-то взаимосвязь между ними все-таки есть. И мы вот говорили в предыдущей части эфира про общественный транспорт. Сейчас как раз продолжим, благодаря тому, что он стал ходить более активно, покрывает большую часть города. При этом у нас появилось сейчас очень много автобусов, привезенных сюда специально для универсиадов, в том числе как и полицейских. Вообще фирма Hyundai навезла сюда всякой разной техники и ездит по городу с большим количеством автомобилей, заметны. И в этой связи, в том, что общественный транспорт все-таки сейчас больше востребован, чем автомобили, дороги стали лучше, а пробки меньше. Может быть, конечно, еще и в силу сезона, потому что, например, если раньше Яндекс показывал в это время приблизительно баллов 7-8 в нашем городе, то теперь он плещется не выше 3-4. Но весомая часть более легкой обстановки состоит в том, что водители стали более дисциплинированы. Видимо, вид милиционера на каждом перекрестке все-таки дисциплинирует. Это приятно с того, что поток едет в основном только по правилам, уважая их и все-таки думая и оценивая свои действия, потому что будем объективными, что не всегда милиционер нехороший, бывают еще и окружающие непредсказуемые и опасные. И ездить действительно стало приятнее, это замечают все, с кем удалось поговорить, кто так или иначе причастен к дорожному движению. Интересно, что по эфирам, в том числе Сергея, мы слышали о том, что во время универсиада в Москве полицейские работали хорошо и пробок не было. Они регулировали дорогу. У нас за все это время я видел только одного регулировщика, который именно стоял в середине дороги и руководил потоками, махая палкой. Во всех остальных случаях они просто стоят в сторонке перекрестка и наблюдают. В принципе, этого достаточно. Это действительно дисциплинирует водителей. И, например, уменьшились случаи, когда люди выезжают уже на сильно загруженный перекресток или встают поперек дороги по какому-то поводу истерии, развернуться или проехать вон в тот переулок. Такого стало меньше, и это приятно. А вообще в диалог с полицейскими вступить, увы, не удалось, поскольку просто так они не очень разговорчивые, а по делу не было такого случая, чтобы как-то мы с ними сошлись в диалоге. Но по рассказам окружающих останавливают в большей части автомобили, которые не соответствуют каким-то требованиям ГОСТа. Конечно, стараются найти нарушения, найти причины, чтобы водитель понес ответственность. Ну и, возможно, даже увезти его машину на штрафстоянку. Но тот слух, который проходил у нас по местным информационным лентам о том, что битые машины будут эвакуировать, собирать, такого никаких прецедентов я не знаю. И, кстати, когда ездишь по городу, ходишь по нему, смотришь на улицах, в том числе в центре. Много битых машин, но на ходу. Отсюда можно сделать вывод, что такого большого масштабного рейда в их отношении нет. Либо же водители могут защищаться, хотя сложно сказать. Очень много останавливают старые техники, жигулей в мелкую дырочку, которая оставляет за собой след белого дыма. И явно показывает о том, что техосмотр это не про них. Это с другой стороны. Начинается диалог милиционера и водителя. И часто он заканчивается в том числе эвакуатором. Но есть и другие примеры, когда водителей останавливали с явными нарушениями, с явными несоответствиями, но после этого отпускали. Детали диалога не знаю, но случаи такие действительно были. Еще удалось поговорить с несколькими водителями скорой помощи. Один из них, интересно, откорестился от беседы, как только услышал вопрос, ну что, как вам универсиады, ездить стало легче или хуже? Он сказал, ничего не буду говорить, не хочу, в общем, до свидания. Второй в ответ улыбнулся и сказал, а, нам-то что, нам и раньше хорошо было. Но теперь, ну, в принципе, большой разницы нет. Как ездили, так и осталось. Часть дорог стала закрыта, и, например, Кировская дамба, одна из ведущих дамб города, поскольку город построен на воде, в какой-то, ну, такой весомой части. Центр его находится на одном берегу, периферии на другом. У нас есть несколько основных дорог, несколько основных мостов, которые, в общем-то, и соединяют эти части. Приятно, что все они стали хорошо асфальтированы, построили развязки, которые, в том числе, сократили количество пробок. Но их качество остается под вопросом, потому что, как я уже говорил, они так появились неожиданно. Вроде как строились, а сразу уже построились. Вот. И часть из этих дорог закрывается для движения личного авто в транспорте, хотя автобусы туда пускают. Это тоже интересно, поскольку никаких особо масштабных мероприятий в это время на этих дорогах не было. Но, видимо, водители все-таки хотят отправить какими-то другими объездными путями, чтобы не мешались. Еще, что интересно, появилось вообще много новой техники под универсиаду в плане государственной. Обновились мусоровозы, обновились скорые помощи, обновились милицейские машины. И ко всем к ним такое приковано большое внимание со стороны водителей и со стороны спецслужб. Потому что, например, мусоровозы, в том числе, проверяют на наличие бомб. Хотя простых водителей, ну, не встречалось таких случаев, когда останавливали и искали что-то. Хотя были попытки проверить аптечки и огнетушители. Те, кто поумнее, по клыкастей и по зубастей, они сразу предлагали милиционерам составить протокол досмотра и найти двух понятых. После чего милиционеры вставали в тупик, собирались в кучку, пять минут думали и говорили, ну, слушай, езжай, что ты тут... А те, кто с поджатыми хвостами, те, кто чуть поменьше понимает в законе, те, кто не такой смелый, они, конечно, показывали огнетушители, аптечки. Если они были просрочены, наступали правовые последствия. Хотя, по слухам, в автомагазинах водители столкнулись с проблемой, поскольку огнетушители и аптечки, у которых еще не истек срок годности, их приобрести стало довольно-таки сложно. Потому что спрос смел буквально сразу все, что было на витринах, того, чего не было, еще не завезли, того, в чем нуждались. Тут у нас проблемы по звуку возникают иногда, но все-таки мы находимся в зоне четыре раза Г, в отличие от Романа Харитонова, который находится в зоне, трудно сказать, какой именно. Сейчас мы перенаберем, но вы видите, что, несмотря на все обещанные репрессии, несмотря на все те проблемы, которыми пугали, выяснилось, что правоохранители справились с проблемой. И трафик упал, и общественного транспорта альтернативного в Казань завезли достаточно много, и водители остались практически при своих. Потому что, если вы помните, несколько недель тому назад начиналась вот эта волна ужаса о том, что все казанские машины с вмятинами будут остановлены. Нет, они продолжают ездить. То есть, вот этот баланс между желанием расчистить город перед гостями и сохранить как-то более-менее в неприкосновенности права своих собственных граждан, он удачно соблюден, что на самом деле позитивно. И штрафстоянки тоже не переполнены. И вот тут тоже любопытная особенность. Стало ведь реально легче ездить. И люди, как выяснилось, готовы ездить по правилам. Вот это наша оголтелость, когда выясняется, что мы все нигилисты, мы не уважаем полицейских, мы хотим носиться колбасой и в основном на красный свет. Она не в нашей крови. И в Казани экспериментально установлено, милиционер стоит в уголочке, ничего не делает и тем самым уже дисциплинирует. Это одна сторона позитивная, а другая сторона позитивная. Люди согласны жить по правилам. Люди готовы ездить по правилам. Люди готовы уважать ПДД. Люди готовы уважать участников по потоку. И вот именно эта картина, она была каждый раз, в том числе и в Москве на Универсиаде, на этой молодежке 20 лет тому назад, когда тоже людям предложили возможность ездить по правилам. Ездили по правилам и все было в порядке. Роман, ты с нами, насколько я понимаю, сейчас. Да, 800 километров случаются обрывы. Да, конечно. Подводя итог, поскольку время уже поджимает, стало лучше, интересно ли продлиться это после, поскольку вопросов много, и в том числе к качеству построенной дорожной сети, и к качеству работы полицейских, и к созданию водителей. Это интересный вопрос. И вообще к быту города, поскольку под Универсиаду мы чем-то стали напоминать Европу. Вот в тех чертах, стремлению к чистоте, стремлению к культуре, газоны, поливальные машины, подметальщики. Все это приятно, красиво и желанно. Интересно, останется ли потом. О чем мы, кстати, Роман, в одном из эфиров, когда пройдет какое-то достаточное время, именно к этому и вернемся. Потому что будет любопытно посмотреть, какой след оставило в том числе и в психологии водителей вот это несколько дней жизни по порядку, по правилам. Это был Роман Харитонов, журналист из Казани. Спасибо. Ну, а мы продолжаем после новостей. Телефон 6510996 в Москве. Всего лишь 5 баллов по шкале Яндекса. Ничего страшного не происходит. Линии заняты еще не все. Мы общаемся с вами уже не о казанской действительности, а нашей с вами московской. Максим, здравствуйте. Вы первый. Сергей, добрый день. Очень нравится ваша передача. Звонился к вам. Есть вопрос по автомобилям. Собираюсь эксплуатировать автомобиль, но не в городе Москва, город, где много снега зимой, хотя недалеко называется Ярославль, так себе дороги. И выбираю между Форт Фуга и Субару Форестер. Что можете порекомендовать? Ух ты. Насколько вам важна составляющая имиджевая? Вот то, как называется машина, для вас играет какую-то роль или нет? Знаете, жена будет эксплуатировать, поэтому в определенной степени играет. Ну, жене-то на самом деле, Максим, как бы это коварно ни прозвучало, главное, чтобы блестело. Мы же помним про вас, про них, эту женскую приятную особенность. И вот если мы сейчас с вами погрузимся как раз в эту разницу, чем отличается Форестер от Куги, лучше он или хуже, и какие есть аналоги, то она, скорее всего, ваша супруга, она обратит внимание, наверное, на цвет и на то, насколько удобно ей сидеть за рулем. В этом отношении машины сделаны обе правильно. Во-первых, их хорошо красят в достаточно яркие цвета, во-вторых, в них хорошо сидится. О том, как именно происходит перераспределение крутящего момента по осям, я думаю, что она даже никогда не узнает, что есть там такая штука. А угол скрещивания осей, вообще артикуляция подвески, сильно подозреваю, что ее тоже не встревожит. Даже если вы ей вдруг скажете, что это параметры, выдающиеся у обоих автомобилей. Очень сложно будет ей это объяснить. И главное, не нужно. Для нее главное, чтобы с сугроба можно было зимой выехать или же заехать к нему зимой. Максим, если этот сугроб выше бампера, то ни на одной из этих машин выехать оттуда не получится. То есть она туда воткнется, а обратно только по весне, либо трактором. Если сугроб ниже бампера, тогда даже не важно. Она, в принципе, на Деуматис может это сделать, потому что у нее геометрия позволяет. Форд Куга и Форестер — это все-таки автомобили, не имеющие никаких трансмиссионных возможностей для борьбы. Они могут просто хорошо катиться. И Форестеры во все времена, особенно на автоматах и теперь на вариаторах, великолепно совершенно закапываются в любом дворе на посредственной резине насмерть. После чего их выдергивать нужно всем двором. Форд Куга в этом отношении точно такой же молодец. То есть вот если вы подозреваете, что ваша жена будет готова ко всем сезонным неприятностям за рулем автомобиля только на том основании, что у него полный привод, нет, вседозволенности подобные автомобили не прощают. Я вас понял. Максим, в этой связи главное, чтобы машина была либо красная, либо оранжевая. Помните, как в Антарктиде или в Арктике? Чтобы проще было искать красное на белом. Здесь я с вами согласен, да. Ой, и нового мэра вам. Максим номер два. Здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо, что все Максимы сегодня решили дозвониться. Да, сегодня на самом деле очень удивительный день. К тому же еще я первый раз до вас дозвонился. А все сегодня... Очень долгое время до вас дозвонился. Все Максимы сегодня одинаково счастливы первым звонком. Да, счастливчики. Сергей, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я счастливый владелец Ford Focus 2 Restyling. Я уже на нем проехал 39 тысяч за два года. Пока на самом деле сюрприз плохих от него я еще не видел. Что-нибудь скажете про него? Что, возможно, какие-то, может быть, минусы или плюсы? Слабые стороны у него есть. У вас в четвертом цилиндре компрессия упадет к пробегу в 250 тысяч где-нибудь на две единицы. Будет, наверное, восемь или девять будет. Не одиннадцать, не двенадцать. Отлично. И у меня еще такой один вопросик. Я, на самом деле, хотел узнать по пикапам. В будущем планирую взять, ну, в недалеком, опять же, пикап. Опять же, нацеливаюсь на Рейнджера. Ух ты. Вот что скажете, допустим, Рейнджер, возможно, Нистан, или, возможно, какой-то другой пикап там. Вот альтернатива мне желательно, допустим, по нашим бездорожью. А делать-то вы с ним что будете делать? Вы его берете для зарядки, для доставки, для имиджа, для чего? Ну, в первую очередь, я его беру для собственной стройки, для дачи. О, замечательно. Наконец-то. Да, и плюс еще, наверное, во втором случае я его все-таки хочу взять из-за того, что наши подмосковные дороги абсолютно не убираются. Потому что на зиму это сплошная катастрофа, я лопаты своего фокуса не вынимаю. Ой, к счастью, пикапов много. Все пикапы у нас полноприводные, с раздаткой, с понижайкой. Это приятные законы жанра. Даже Рейнджер тоже справится, хотя Рейнджер не является... То есть Рейнджер, он красавец. Вот он привлекает тем, насколько интересно он выглядит. Новый такой, весь из себя, еще нетривиальный внешне. Но мне очень нравятся машины, у которых есть блокировка заднего дифференциала. Хотя в этом отношении вы же будете строить. То есть вам еще и кубатура кузова будет нужна. И вот при прочих равных условиях одна из альтернатив – это Амарок. У него здоровый кузов, у него есть блокировка задняя. И теперь уже есть вариант с автоматом. Причем с хорошим 6, 7, 8 ступеней автомата. Вроде как городская машина. При этом внедорожник. При всем при том, кирпичи на нем можно возить. Хотя, конечно, по ресурсу его мотора, это большая загадка. Две турбины чудес на свете не бывает. Мотор всегда работает в состоянии жуткого эмоционального напряжения. То есть он всегда в легкой истерике бьется. Потому что у него снизу турбина, сверху турбина, а сам он двухлитровый. То есть получается, что ему дуют в оба уха. Он должен голосить как бешено и еще тащить на себе вашу стройку. То есть чудо не произойдет, сдохнет он довольно быстро. Рейнджер в этом отношении попроще, но у него с блокировками тоже. По трансмиссионным возможностям, если вы его в сугроб засадите, выкапываться, вы оттуда будете долго и сурово. Еще остается дружок наш L200, у которого блокировка тоже есть, заднего дифференциала. Он дешевле, но он, что называется, скучнее. Вы же не зря с рейнджера начали. Потому что, ну, рейнджер же он великолепно выглядит. Да, отличный автомобиль, во всяком случае, внешний. Да. А вот сейчас к нам еще приходит парочка Chevrolet. Один из них Trailblazer, а второй будет называться, как же он, Colorado, по-моему, называется. Я их все время, да, Silverado большой, Colorado маленький. То есть пикап с хорошим дизелем и, в общем-то, тоже довольно грузовикастый. Он вот где-то вот буквально вот-вот-вот-вот уже вот на подходе. И с ним тоже можно будет попринюхиваться, познакомиться, посмотреться. Но, гляньте на него, вы же не сегодня покупаете. А он к тому моменту как раз уже научится быть нормальным автомобилем. Это обычно год у машин. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я первый раз дозвонился, слушал программу каждый день. У меня такой вопрос. Я сейчас езжу на Opel AstraZeneca Caravan, хочу поменять на Kia Sorento. Как вы думаете, стоит или нет? А почему бы и нет? У вас, конечно, у каравана чуть побольше сзади места для того, чтобы лопатой махать. Но зато на Sorento вы выигрываете во всем. Квартира становится больше, дорожный просвет выше. Вы над неприятностями парите, и у вас полный привод. Ну, совсем красота. Это всегда приятно. В нашей жизни, если есть возможность взяться за полный привод, тогда за полный привод нужно браться в обязательном порядке. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Помогите с таким банальным вопросом. Коллега на рабочей девушке выбирает машину. И вот у нее выбор стоит. CX-5 2,5 литра. CX-5 2,2 дизель. Возможно, Audi CX-5. Ну, может быть, еще что-то вы посоветуете от себя. Владимир, а поясните, пожалуйста, эту страшную служебную тайну. Девушка на работе, и Владимир здесь хлопочет о ней. Она вас потом по служебной лестнице продвинет? Или что? Да нет, Сергей, на самом деле, просто сегодня очень активная тема на работе была обсуждение, так сказать, этих автомобилей. А, работа была парализована. Да, и мы не могли прийти, так сказать, к единому консенсусу. Я просто сам езжу на двухлитровой CX-5. И она вот пришла ко мне с таким вопросом. Как, чего? Ну, вот. И, ну, конечно, мы втарялись в обсуждение, вплоть до того, что я активно советовал брать Prado и больше ничего не рассматривать. Но на Prado, так сказать, надо копить и копить еще. То есть, эта девушка все-таки, несмотря на определенную внешнюю привлекательность, вам не мила настолько, что вы решили подождать ее естественной смерти за рулем Prado, на котором она убьется точно. То есть, девушка на Prado живет обычно недолго, а вот если что, то потом очень долго лечится. Все-таки Prado это грузовик, и не каждый мужик справится с этой штукой. А вот, кстати, ваша двушка, CX-5, она вам как? Ну, все ничего, мне кажется, единственное в ней минус, на мой взгляд, коробка может быть в ней порасторопней. А так, в принципе, ну, динамика. Я просто до этого ездил на третьей Mazda 1.6 на ручке. Ух ты, ну, это была шикарная машина. Да, и, в принципе, когда пересел, ну, нормально. Ух, странно. Обычно люди уходят потом в горький запой после 1.6 на ручке. А вы сразу, бац, CX-5 на автомате 2.0, да еще... Вы, кстати, Zoom-Zoom там нашли в районе багажника? Да нет, вроде. А живет. Я когда во Франкфурте на автосалоне открыл у CX-5 багажник, а там была наклейка Zoom-Zoom, из чего я, наконец, понял не столько, что это, сколько где это. Я понял, что Zoom-Zoom, он в заднице. Но что это такое, я до сих пор не знаю. А вы вот дважды Zoom-Zoom, может, вы скажете, что это? Боюсь, что, наверное, нет. А вот девушке, ей какую, красную Mazda или оранжевую? Ну, я думаю, наверное, красную. А вот ей мотор зачем? Вот эти все нюансы. С дизером, я боюсь, она не справится. В какой-то момент она просто его застудит, и он никуда не поедет. А бензиновый 2.5, это, конечно, интересно. Он, правда, по налогам дороже. Но я боюсь, что любой ваш совет, он так или иначе упрется в последний момент в то, что это женский подход. То есть вы можете ей рассказать много интересного, а она увидит нужный цвет и не обратить внимания на то, что там мотора вообще нет, а только педали. Или вы все-таки, Владимир, думаете, что пока она не убилась на Prado, нужно все-таки выйти таким королем и сказать, дорогая, CX-5, да еще с 2.5, там зум-зума, просто ведрами. Бери зеленую. И вот в этот момент она на вас посмотрит таким трепетным взором, что многое в вашей жизни, так же, как и в ее, изменится в лучшую сторону. Пусть даже ненадолго. Советую женщине, какую машину ей выбрать. Это очень тяжелая и очень проблематичная ситуация. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что еще раз вам дозвонил. Второй раз вам звоню. Вам везет. Да, в третий день пытаюсь дозвониться. Просто уже слушаю каждый день вашу передачу. Уже коллег своих каждый вечер. Отвожу на работу, включаю, слушаю. Сначала ворчали, теперь каждый день садятся. Говорят, ну давай, включай про машинку. Наркоманы! Вот она зависимость. Посели, посели. Ну, потому что вы очень хорошо, правда, на самом деле, все рассказываете. Даже вот они не понимают. И то им нравится, как все. Да, знаете, многие не понимают, все равно слушают. Это парадокс, я согласен. Вот одна из ваших передач тоже парадоксов, естественно. У вас парадокс 2, можно назвать. Ну ладно. Это все отдельно. У меня вот вопрос такой. Я хотел бы ваш совет услышать. По поводу, я не по поводу машин, а по поводу страховки. Я тут вот, у меня такая ситуация. Заканчивается страховка, например, да? А в Талонке, рассмотрим, у меня еще в августе заканчивается. Вот, и я тут подошел к страховщикам. Я говорю, ребят, так и так, у меня такая вот ситуация. Сделайте страховку. Они говорят, ставим, где выпишут страховку. Но в Техосмотр в августе надо будет проходить. А выпишут на год. Вот у меня такой вопрос такой. Ну как вот, если они мне выпишут на год? В Талон Техосмотр сейчас ездить, то есть, возить с собой не надо. Показывать его не надо. Я показываю страховку. Ну, если, не дай бог, они говорят, там что-то случится. Это страховый случай. Сейчас спросят, где Талон Техосмотр. В любой момент могу сказать, да я его потерял дома. Прервемся на новости, оставайтесь на линии. Леонид, вы еще с нами? Да, да, да. У вас трагическое ожидание за свои деньги. То есть, с точки зрения закона, на момент заключения страхового договора у вас на руках есть действующий Талон государственного технического осмотра. Поэтому вы можете спокойно совершенно получить эту страховку, которая является Филькиной грамотой. Мы с вами говорим об ОСАГО, которая, по сути-то, нам с вами не нужна. И спокойно ездить в течение всего года. И на будущий год проходите в унисон уже и Техосмотр, и, соответственно, этот фискальный момент страхования. Вот, ну это с точки зрения закона, да. А я вот, ваше мнение, не с точки зрения закона, а вот как по-человечески подумать. Зачем нам этот Техосмотр, Талон, вот, это вот зачем нужен? Это, значит, мне денег. Да. И я хочу, чтобы получить Техосмотр пройти, я еду сам лично проходить нормально, чтобы мне нормально машину посмотрели. Так, как вот приезжаешь, фары включи, поморгай, там, ТРТ, покачай рулем, тормознул, все, езжай. Потому что я два года назад приезжал, у меня есть еще Шкода Фелисия, я 98-го старенькая. Я поехал на Богемия Моторс на диагностику. Мне там четыре часа ее почти, а все осматривали, всю-всю-всю-всю-всю-всю. Я вот потом, они мне выгнали, дали диагностику, я вот уверен в этой машине, что вот здесь вот у меня это неисправно. А это вот, что приезжаешь смотреть, приезжаешь в колончик, это Фелькина грамота. У кого машина неисправна, он же просто-напросто пупит его, да и все. Правильно. Леонид, так об этом и речь. Какой смысл обременять себя всеми этими ужасами, когда от вас требуется только Фелькина грамота? Вот Фелькина грамота есть? Нате, ребята, получите. Вот она, вот это ваша бумажка. Хотите ей подотритесь, хотите, примите ее к сведению. И поэтому вам ведь нужно сейчас иметь просто с собой документ под названием «Полис ОСАГО». Все, вы его имеете. Реально, вы за своей машиной следите. И для вас важна уверенность, а не бумажка. Поэтому два направления действия. Первое, вы делаете бумажку для государства. Второе, вы смотрите за состоянием машины уже для себя. И в результате едете на нормальном автомобиле. Да, ну вот я к тому веду. Зачем вообще этот талон нужен? Только для денег. Нормальный человек, он и так следит за машинами. Леонид, задача. Автомобилист — это единственная платежеспособная социальная категория в нашей стране. Вы думаете только денег из нас? Да, 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 только. Любым способом. Конечно, конечно. А вот вся, например, ситуация с видеорегистрацией, с нашими акцизами, со стоимостью топлива, с платными дорогами — это что? Это? Да, из воздуха. Да? Да, только потому что... Вот у кого еще денег отобрать? У бабушки отобрать. Ну вот попытались, например, в виде таблеток отобрать деньги у бабушек. Бабушки обиделись, начали дороги перекрывать. А с автомобилистами все, что не делай, молчком, ну ругаются на кухне, но платят же. И самое главное, если у человека есть машина, значит у нее есть деньги. Все. Гоп-стоп. Государственный гоп-стоп. И, конечно же, техосмотр не нужен абсолютно. И есть несколько примечательных стран на свете, где люди ездят без талона ГТО, и почему-то до сих пор не убились. И, кстати, это Украина. На Украине автопарк постарше нашего и похуже нашего, потому что страна победнее. А украинцы вместо того, чтобы убиться сразу все вместе, всей страной, почему-то продолжают ездить. Это к разговору о том, что не нужно. Да, и там такие тазики ездят, что официально бы он нигде не прошел. У нас, Россия, его бы все убили, до свидания сказали, на помойке. А там они ездят, и в нормальном состоянии он ездит. Потому что он следит за ним. Потому что вот это тот самый случай, когда в огороде Бузина, в Киеве-Дязька, когда это не имеет ни малейшего отношения к реальному положению, к техническому состоянию автомобиля. На портал пришло сообщение от Есении. Оно довольно трагичное. Такая сложилась ситуация. Не так давно купила автомобиль Kia Rio. К сожалению, в моем дворе мест для парковки уже не осталось. Я начала парковаться во дворе соседнего дома. Какой-то жительнице этого дома, тетка за 40, с яркими крашенными волосами на Kia Sportage, это очень не понравилось. Она начинает мне угрожать, чтобы я не ставила в их дворе машину, мол, есть мой двор. И обещает мне всякие пакости. Я пошла в полицию, а участковый сказал, что пока машине ничем не навредили, он тоже ничем помочь не может. Как быть? Потому что рядом других мест для парковки нет, и я теперь боюсь эту странную даму. Есения, вы сделали почти все правильно, кроме одного. К полицейским нельзя ходить. К полицейским нужно писать. Вы должны прийти к участковому, а участковый, скорее всего, вас пошлет. Поэтому вы приходите в дежурную часть своего ОВД и подаете заявление по поводу того, что вам угрожают порчей имущество во дворе номер такого-то, дама такая-то, у которой машина номер такой-то. Прошу принять меры. Эту бумагу регистрируют, отправляют участковому, участковый обязан принять меры. Если участковый не принимает никаких мер, например, баба не унялась, вы идете и пишете вторую бумагу, третью, четвертую, пятую, двадцать пятую, сорок восьмую. И вы всегда в письменном виде, сохраняя копию, либо регистрационный квиток, копите материал, где у вас 125 жалоб на бездействие участкового. А потом вы, кстати, начинаете уже писать отдельно жалобы службы внутренней безопасности на бездействие участкового, который не принял никаких мер и не обуздал эту странную бабу, обещающую вам открытым текстом порчу вашего имущества. Еще раз, вы не должны прийти и поговорить. Вы должны оставить вещественное подтверждение своей проблемы. А это бумага. В нашей стране никого не волнуют слова. В нашей стране разбираются только бумаги. Заявление есть, на него должны ответить. Поначалу будут отписки. Но когда вы этого участкового задолбаете, он пойдет и эту бабу придушит. Только потому, что вы его задолбали. Поэтому вперед. Иначе вы никак не обезопасите свою машину. Ну, кстати, заодно ее придется страховать. Она у вас ведь свеженькая. Возможно, что по каске. Потому что топором по крыше, ну, к сожалению, вдруг, не дай бог, не хотелось бы. Но такое тоже может быть. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за то, что делитесь с нами абсолютно бесплатно своей эрудицией. В последнее время... Спасибо. Эрудиция и бесплатно встречаются очень редко. Ну, хотел вот о чем с вами поделиться. Однажды в своей молодости поездил на автомобиль «Мива» «Жигулик», который вы вполне справедливо игнорируете. И вот с тех пор заболел полноприводом. Правильно. Логично. Когда-то «Крузер», был когда-то «Поджерик». «Поджерик» после «Крузера» вообще показался автомобилем для беременных японок. Да-да-да, есть такое. И тот и другой был праворукий из зеленого угла. Лично там брал и лично привозил. Ух, какой подвиг, Евгений, какой подвиг, а? Могу сказать, что с интервалом в четыре года между этими машинами ассортимент и способ и цена доставки оттуда изменились просто радикально. Да все уже. Ну вот логично. От правого руля устал, пересел на патрул. И вот лет, наверное, пять. На какой патрул? На 60-й, 61-й? 61-й. 61-й трехлитровый дизелек. И вот отъездил на нем практически 240 тысяч. Ух ты, везет же. Вот. Ну, машинка, скажу прямо, у меня не единственная. Есть служебный автомобиль, но машинка любимая. Так. И задавать вопросы, на что ее поменять, не буду, потому что менять ее просто не хочу. Замечательно. Повезло машине с хозяином, с Евгением. Ну, наверное, вместе повезло. По поводу экономии, по поводу дизеля. Однажды сын мне сказал, когда я менял турбину, говорит, отец, ну вот ты поменял турбину, отдал немало денег. Сколько ты на эти деньги мог покупать бензину? И понял, что парень, в общем-то, был прав. То, что мы сэкономили на дизеле, мы потратили на отслуживание. Но вот когда машинка прошла порядка 220 тысяч, случились проблемы с двигателем. Двигатель, ну, практически дизелем кончился. Были трещины в головке, были трещины в поршнях. Должен был кончиться раньше. Он же все-таки рядная четверка, и он перегруженный постоянно. Он должен был кончиться где-то на 150. Вот разговор о везении с хозяином. Значит, меня это очень сильно удивило. Пошел на авторизованный сервис. На другие, собственно говоря, с Ниссаном я не ходил всегда. Вот. И директор мне сервиса сказал, говорит, Евгений, есть у вас два варианта. Вариант первый, это его переборка. Я говорю, хорошо. Вариант второй, быстро собрать, продать, я знаю. Он говорит, нет, есть еще третий вариант. Поставить новый двигатель. В общем, в итоге порешили поставить новый двигатель, и машинка живет дальше. Сколько новый двигатель стоил? Новый двигатель сегодня можно купить в интернете, и попадаются предложения, причем в тот же самый... Вы сколько заплатили? ...деревянный. Вместе с установкой, без навесного оборудования, то есть без генератора... Ну, ну, сумму. ...на способ всего 340. Ой, удивительная сумма. Ну, на этом, на самом деле, я с вами прощаюсь, поскольку у нас начинается сериал «Шелковый путь» с Андреем Леонтьевым. А я до завтра.